Так вот, друзья, на что только не идут по-настоящему творческие, настоящие люди, чтобы показать свою стильную любовь к музыке и к поклонникам. Прекрасные, милые, красивые девушки, талантливые, могут вполне себе позволить в роскошном платье, открытом достаточно оказаться в горах и в снегу. Ну, в общем, здравствуйте, всем большой привет, телерадиоканал Страна ФМ, Александра Хайрулина. Я очень рада и счастлива, что сегодня у нас в гостях Мария, Мия, Машенька, привет тебе огромное. Вот наш весь коллектив бурно аплодирует, и, конечно, наши слушатели и зрители. Очень рада, Маша, надо сказать, у нас сегодня впервые в студии, но поэтому будем потихонечку так и знакомить вас с ней. Ну, а если вы, конечно, уже знаете хорошо творчество Маши, знакомы с ней, у вас есть возможность задавать приветы, пожалуйста. Ватсап и вайбер называй 8909-928-1-89-9. Отправляйте свои вопросы. Маша, ну, раз уж такой клип потрясающий мы с самого начала посмотрели, я хочу, чтобы ты нам рассказала. Это же абсолютно реальные съемки. Ты находишься в горах, в лёгком платье. В плесе. Чья это идея была? Кто хотел поиздеваться над девушкой? Вот, нет, идея моя клипа, но я просто не думала, что настолько это всё будет глобальный холок. Замечательно. Ну, это бы стоило, согласись. Это же классно. Да, это очень красиво. Я смотрю на мои слёзы, но я не капризничала, никогда не капризничаю. Но слёзы просто, видимо, эмоции, потому что я в шоке была от высоты, от холода. Что за место съёмок, где это всё происходило? Это в Тбилиси. В Тбилиси. Ты тоже выбирала это место или это уже не отёртвая? Нет, это уже ребята, продакшен этим занимаются. Они посмотрели, где потеплее в это время в горах, где есть снег, да? Нет, там об этом... Я вряд ли, вряд ли такое было, нет. Ребята думали всё-таки о красоте, о красивой картинке, в принципе, что и правильно. Действительно получилось очень красиво. Насколько тебе по времени приходилось находиться прямо на снегу в этом открытом платье? О, господи, страшно вспоминать, но часа четыре точно они там... Непрерывно практически. Причём у Гримвагена там небо, как туда Гримваген, в принципе, заберётся? Там у машины, приодевалась в машинах и как-то вот грелась, собственно, там. Ну, в общем, помогло тебе, наверное, вот это вот внутреннее невероятное желание. Сумасшествие мне помогло. Сумасшествие. Всё-таки сделать эту картинку, мечту эту реализовать свою. Мы сегодня посмотрим твой новый клип, но он прям совсем недавно вышел. Вот буквально там в августе месяц. Сначала песня появилась, потом съёмки клипа прошли до утра. Сегодня будет такая примера. Если честно, это всё было одновременно. Два клипа эти снимали с одновременно? Нет, трек до утра и клип, мы, как бы, я записывала трек. И уже снимала клип. И параллельно уже снимали, до сегодняшнего, на демо-запись мою снимали. Всё, понятно. А для тех, кто ещё не видел этот клип, давай успокоим их, скажи, ты там рискуешь жизнью, ты там подвергаешь своему здоровью опасности или нет? Нет, но по сравнению с тем, что было до этого, как бы нет, всё палата, всё очень весело, задорно. Там просто зажигательные танцы и, соответственно, многочасовые тренировки, я так понимаю, потому что это же всё равно труд, это же надо с девчонками сплясаться. Ну, два раза. Всего два раза? Да, это как добивается. Ну, сама часто в шоке, но как-то так, два раза. Что, я думаю, что это всё-таки сила мысли и желания. Ты, очевидно, владеешь этим, сто процентов. Я очень упертая девочка. Очень упертая девочка. Ну, в общем, надо так сказать, да, я с тобой согласна абсолютно, учитывая, что вот мы с тобой подсчитали примерно полтора года назад, ты начала свою творческую деятельность. Мы уже почти два, мы так посчитали, в декабре будет два года. Да, в декабре, с наступающим тебя праздником. Спасибо. Друзья, мы обязательно, конечно, продолжим общаться с Марией Мия, будет, как и обещала, также новый клип до утра, так что оставайтесь с нами, поговорим. Ну, а пока Уди-Уди, это будет Потап и Настя, Страна ФМ. Люди, вы работаете, но не уставайте. А, кстати, чтобы не устать, нужно правильно проводить время в хорошей компании. Вот цель радиоканала Страна ФМ, у меня такая хорошая компания. Александр Хайрулина в студии, Мария Мия у нас сегодня в гостях. Мы общаемся активно, узнаём про творческие планы. И сегодня будет, кстати, у нас премьера. Посмотрим новый клип до утра. И песня, друзья. Но это не единственный сюрприз, который Маша готовит своим поклонникам. Есть клип, который снят со Стасом Костюшкиным в главной роли. Да. И он практически уже готов, значит, вот-вот скоро мы его увидим. Расскажи, пожалуйста. Да, вот буквально через две недели уже можно будет, собственно, увидеть. Можем сделать эксклюзивчик, собственно. Ну, с удовольствием. Ты там тоже планируешь удивить всех. Там решила тоже отойти от обычной съёмки, да? Да, там графика, собственно. Я с этим столкнулась впервые. Я теперь понимаю, насколько это ёмкая работа, очень... И больше не хочу связываться. Но я не зарекаюсь, не то, что не хочу, но я теперь буду понимать, с чем я буду связываться. Но я думаю, от того стоит. Скажи, как Стас тебе в работе? У тебя уже есть прекрасный клип с Алексеем Воробьёвым. Теперь вот Стас Костюшкин. Стас очень крутой, он позитивный, светлый человек, собственно. Поближе к микрофончику говори, пожалуйста. Да, конечно. А Стаси задумалась просто о нём с Машей? Я улетела в Нирвану. О, Стас. Кстати, вчера у него был день рождения. Стасик, с днём рождения тебя. Ну да, Стас, мы поздравляем искренне. Маша поздравляла в Инстаграм у себя, теперь ещё и в эфире. В общем-то, осталась довольна работой. В восторге, как он работает легко, общаться с ним легко, закадрово там. Ну, очень классно. Ну, понятно уже, что Маша выбирает себе... Ну, кстати, возможно, мы с ним ещё кое-где сработаемся. Стас решил тебя к себе в клип позвать или... А вот узнаете скоро. Ах, какая ты любит интриги. Так, хорошо, ну ещё вышел у тебя трек «Мия». Совсем вот буквально ему парочку дней, да? И на него тоже будут сниматься клипы. В общем, работа кипит, кипит, кипит. Ты умничка. Кстати, этот год для меня вообще какой-то удивительный. Столько всё произошло в этом году, просто невероятно. Даже сейчас то, что я сейчас вещаю, говорю вам, мне даже не верится. Вот действительно нету. А сознание пока до сих пор не пришло. Я уже понимаю, к чему ты сама тоже идёшь. Я тоже хочу нашим слушателям и зрителям сказать, что Маша, конечно, фантастическая девушка. И многие из вас наверняка знают, но если кто-то не в курсе, я хочу рассказать. Потому что мы с вами, вот как проводили время, этим летом в основном, ну, скорее всего, отдыхали, работали, конечно, решали какие-то свои там бытовые сложности. Может, кто-то и прибаливал. А Маша, помимо невероятной работы по творчеству, записывая песни и снимая клипы, она ещё и боролась с раком. Ну, вот говорю так и говорю, к счастью, в прошедшем времени, потому что... Ну, месяц назад была ремиссия, но через три месяца нужно было всё равно пролетать и проверяться. Лечение проходит в Германии, и, ну, это, конечно, просто... Так, я не плачу. Очень сложно, да. Спасибо. Ну, даже пусть эти слёзки бегут, это такие слёзы радости. Уже, видимо, отпустила. Я, на самом деле, вообще, в принципе, видимо, была в таком шоке. Я просто делала, делала, делала писать. Столько интервью ты дала, и у тебя в Инстаграм, если посмотришь и изучишь всё это, ни одного дня, ни одного поста нет, где бы ты отчаялась и какой-то негатив людям или попыталась как-то клясть судьбу, не знаю, жаловаться. Везде столько силы, везде столько тепла, позитива, любви, невероятная силища и вера в то, что всё будет хорошо. Это, конечно, вызывает восхищение, но ведь очень же тяжело было, и до сих пор ещё это не отпускает. Как? Где ты это черпала? Всё скажи, пожалуйста. Я не знаю. Часто даже не представляю, откуда это всё бывает, эти все силы. Так и не скажешь, что, а вот я бы, пока ты меня ещё тише не увидишь, не познаешь, что такое. Ты в апреле узнала о диагнозе? Весной где-то, да? Нет, в март. Я госпитализировали 2 марта я с АКБ. Так, собственно. Мне, во-первых, неправильный диагноз поставили. Да, я читала тоже. Сначала тебе поставили что? Тимому. Тимому. А это наши врачи. А в итоге за границей потом? Отправили лимфому, сказали. И 6 курсов химии. Да, жёстких таких. И врачи сказали, что после первого курса, пройдёт ровно 2 недели, ты потеряешь волосы. Нет, это кто ещё не случится, всё что угодно, только нет, я же девочка. Вот. И ровно 2 недели реально прошло, и, собственно, я вот начинаю как бы начёсываться, и что у меня там камера падает. Но при этом ты стала потом использовать какие-то вот головные уборы, эти пырички у тебя стали появляться. Ну, экспериментирую. И, да. Ну, кстати, если бы не эта болезнь, я бы не постриглась. Я бы не увидела себя в тёмном, в тёмных тонах, светлых, даже в красных, розовых. О, боже мой, так я по-разному экспериментировала, и по сей день, в принципе, и занимаюсь. Маша, скажи, пожалуйста, а когда ты узнала вот об этом диагнозе, об этой страшной болезни, были люди, конечно, которые проявили себя как настоящие друзья, и ты поняла, да, вот это друзья. А были ли среди них те люди, которые как раз проявили себя не очень хорошо? Да. Уже под конец моей болезни я узнала, что во время моей химиотерапии, которая проходила каждый раз в Германию, подруга позволяла с меня очень красивые вещи в моём доме или в моей квартире, приглашая туда разных мужчин, подруг, ну и... В общем, пользуясь твоим отсутствием, я нисколько даже не переживаю в этот момент, я не пыталась поддержать себя даже. Ну это такой показательный очень период, я так понимаю, как раз в понимании, кто из близких людей по-настоящему к тебе искренне относится, а кто, в общем, просто нужна, пока нужна, пока выгодна. Все-таки родные всегда останутся родными, семья. Ну ты ещё, конечно, очень хорошие такие тёплые слова говоришь в адрес своего мужчины, любимого тоже, что это такая вообще невероятная поддержка. Мы обязательно продолжим с тобой говорить, сейчас мы должны обязательно прорваться на рекламу и песню, это проведёт время очень быстро, оставайтесь с нами, пожалуйста, «Трана ФМ». Мария Мия у нас в гостях. Телерадио-канал «Страна ФМ». Один на всю страну. Красота неземная, это Владимир Пресняков, друзья, телерадио-канал «Страна ФМ». Красота неземная, невероятная сильная, умница, просто очень талантливая. Мария Мия в гостях у нас сегодня. Мы продолжаем разговаривать, разговариваем о творческих и планах, и уже о состоявшихся успехах творческих. Ну и, конечно, говорим об этом страшном недуге, об этой болезни «рак-дурак». Как ты пишешь, издеваешься, «рак-дурак, а я молодец». Это такая установка, которую ты, кто-то тебе посоветовал ее использовать? Или это твое изобретение? Я просто не знаю. Вообще со мной мистика творилась еще в том году. В том году буквально я в Инстаграме увидела пост у девочки на лысой, в профиль. Она написала себе хэштег «рак-дурак». И начала читать ее посты. Я думаю, боже, неужели такие люди сильно бывают? Я начинаю восхищаться, читать, подписываться. То есть ты тогда еще сама не знала? А я уже, оказывается, болела. Мне врачи сказали, что я уже полтора-два года как болею, болела. Боле того, она агрессивно росла. Ты представляешь мои эмоции, когда я уже понимаю, что тогда я уже болела. У меня реально прям мурашки по коже. Все-таки интуиция моя, видимо, наводила на эти всякие мысли. Видимо, тычила, Маша, посмотри, братья внимание. А я к врачу, в принципе, не хожу. Не то, чтобы не хожу. Как большинство, надо сказать, в нашей стране. Когда уже что-то случается. И вот, в принципе, результат. Столько нервов мне, конечно, отрепали в то время. Я не хочу даже вспоминать. Я считаю, лучше думать о хорошем, о том, что, вопреки всему, я работала и сняла не один клип, и не один трек записала. И, кстати, до утра. Это же не ревно. Мы трек купили еще в декабре того года. Да, я почему не могла записать? Потому что у меня то кашель, то еще что-то. Лимфомат находится в средостении. Я не понимала, почему вот сюда ведь. Потом ты, естественно, все узнала. Потом мне было до этого в свое время. Когда уже график был составлен, что ровно три недели ты летаешь туда-сюда, я понимала то, что в этом промежутке я могу заниматься работой, несмотря на те побочные эффекты, которые... То есть ты делаешь курс химиотерапии, прилетаешь и тут же на съемочную площадку. И работа. Но там два-три дня я хотя бы отдыхаю, потому что все-таки эти перелеты тоже дают о себе знать. У тебя где-то даже есть в Инстаграм, где пишут, что ты после капельницы, во время процедуры тебе делают маникюр, педикюр, потому что завтра вылетаешь, и у тебя будут съемки. Я выхожу в прямой эфир, общаюсь с людьми. Я до больного, я там просто смеюсь, анекдоты рассказываю, там, не знаю, комплиментами делимся, ну, как бы обмениваюсь. Скажи, ну, эта ситуация же, она изменила тебя, что-то поменялось? Что самое главное понимание, какое к тебе пришло? Я сильнее стала, на самом деле. Можешь под руком на это все смотрю. Что бояться нечего, да? Что бы не происходило? Да, и спокойнее я отношусь к каким-либо ситуациям. Вот даже сейчас, перед эфиром, ты видела, как я прислалась, поюсь и переживаю, но внутри меня есть такой момент, где-то так, если я переборола вот это, то прямой эфир, естественно, я смогу перебороть, как и все люди. Только, ну, мелочи по сравнению с тем, что я... Машенька, конечно, я тебе хочу попросить, дать людям какие-то рекомендации, советы, как человек, который прошел через это все достойно, и дай Бог, раз и навсегда, чтобы это все покинуло. Такой, ни в коем случае вообще не уходи в себя, чем бы ты ни болела, да хоть элементарно... О, РЗА, люди бывают такие, у меня там температура 7, о, боже мой, что мне делать, жизнь ужасная и так далее. Вообще ни в коем случае нужно мотивировать себя только на лучшие мысли. Собственно, я свидетелью того, что вселенная есть, все мысли материализуются на самом-то деле. Но это факт, для меня это факт. Только думать о хорошем и говорить только хорошие вещи. Но самое главное, что я обратила внимание, люди могут льстить, говорить, так классно выглядишь, такая классная, а то спиной там лезть в себе, потому что все это злость стоит, а космос, как тебе объяснить, не за твоими словами, а за мыслями твоими наблюдает. То есть все равно он правду знает, все равно он все это знает. Друзья, надо сказать по правде, вынуждены прерваться у нас реклама, после которой мы очень скоро вернемся и продолжим общаться. У нас в гостях Мария Мия. Ну, конечно, один на всю, такой уникальный, первый, единственный в России телерадиоканал «Страна.ФМ». И Мария Милна с вами, друзья, одна, на всю страну тоже. Ну, как-то, правда, Машка? Да, конечно. Привет. Прямо в ближайшие минутки, дождитесь обязательно, у нас будет премьера новой клип-артистки до утра, новый трек, если вы нас не смотрите, а слушаете. Я хочу рассказать вот о чем. Маша мечтала стать артисткой с самого раннего детства, если верить интернету, если нет, ты меня сейчас поправишь. Но при этом образование получила другое. По настоянию бабушки ты стала художником по костюмам. Да. С 5 лет, да, развешала? 4 года ты отучилась, да? Я отучилась и уже мечтала, когда это все закончится, это что-то не мое. Но, тем не менее... На тебе мы сейчас видим, это твоих рук дело? Нет, нет. Ну, подобрано круто тобой, естественно. Ну, да. Вот, собственно, да, покупала в Мюнхене. У молодого дизайнера? Угу. Собственно, кстати, я в Мюнхене время-то не теряла. Это как, значит, ты едешь на процедуру туда и по магазинам? Были в фотосессии, нет. Нет, магазин, понятно, естественно, я же девочка. Средственно, надо было убить. Это же лучшее лекарство, да? Да, и так, собственно, когда я оказалась в одном из таких магазинов, познакомилась с девочкой-модельером. Мы с ней сдружились, начали с ней гулять по разным барам, кафешкам. Она русскоговорящая или вы на английском общались? Нет, у нее знания немецкие, английские, французские. А ты с ней на каком языке? На английском. Немецкий я вообще не боюсь. Простите. Я, в принципе, не мечтала. Ну, уже только раз в Мюнхене была, могла бы уже и выучить какие-то фразы. Ну, нет, не мое это вообще, не мое язык вообще не могу. Я, в принципе, в Германию как бы не особо стремилась. Ну, понятно, да, так сложилось. Вот, и, собственно, мы как с ней начали общаться, списывать по WhatsApp. Она спрашивала, когда ты прилетишь, там сидела, я говорю вот так, так, так. И она предложила сделать фотосессию, собственно, съемочку для новой коллекции ее. Слушайте, я прилетаю в Мюнхене, сделала все, что нужно, эти два дня под капельницей. А я еще при этом как бы немножко сдутая, после, простите, прям, кругу раз, пять литров меня водят эти все эти два дня. И я вот такая вот, пухленькая модель красивая, такая, здравствуйте, сфоткайте меня. Ну, это запомнило. Это удивительно вообще, посмотрите, пожалуйста, на этот свет, очень зажирный свет, замечательно. Ну, так мы стали говорить про твое образование, художник по костюмам. Это тебе здорово помогает при съемке клипов твоих. Образы сама создаешь. Создаешь сама абсолютно все. Ну, это гениально просто. Ну, 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 в треке, в клипе до утра я все-таки рискнула снова работать с Ксюшей, Ксюша Смо, кто-то знает, а ее много кто знает. Вот, она очень крутая. У меня просто не было времени, потому что мы записывали трек и клип, подготовка, это все очень жестко, и плюс у меня химия от этого вся. И я говорю, слушай, ну, Ксюха нужна, помощь мне. И, собственно, образ очень крутой получился. Необычный. Ну, я предлагаю прямо это даже и не откладывать нам далеко всем нашим слушателям, зрителям, да, и запустить. Сможем, да, запустить прямо сейчас. Так, друзья, премьера в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Смотрим внимательно, слушаем еще внимательнее. Мария Миа, до утра. Мария Миа, до утра. Мария Миа, до утра. Мария Миа, до утра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что-то необычное, не знаю, и сумасшедшее Но я такая вот женщина сумасшедшая Собственно, и возникла такая идея, слушай, а два енота? Были разные мысли Там енот меня сопровождает, енот-пилот, енот еще кто-то Но в итоге енот просто забрал стойку, и он со мной попивает коктейльчик Очень крутой, да Ну скажи, а почему ты тогда не решила снять в этом клипе своего питомца, а именно рысь? Ну, секундочку Да, у меня рысь-сервал, собственно, южно-африканская рысь Очень-очень красивая, экзотика В инстаграм к Маше, посмотрите, он невероятной красотой Я объясню, почему Я бы, конечно, с удовольствием очень хотела, даже и потосъемку хотя бы Но он не дается, он очень такой дикий Его нужно было здесь вот тогда к этому приучивать Но есть один секретик, ты говорила, что он любит девушек очень Девушек-то, да Значит, вот побольше девочек заводит, он теряется Окружается с заботой И тогда поддается легко А имя-то какое у него фантастическое Релакс Я думаю, что оно вообще никак не соответствует его характеру, да, насколько я поняла Когда он в окружении девочек, он релакс Когда ему что-то не нравится Не знаю, там мальчики, не мальчики, там все, характер Если я, допустим, его случайно разбудила Там, естественно, опять-таки характер Но мне кажется, все-таки это проявление моего характера Я раньше была такая более мягкая, скорее всего У меня есть собака еще, той тарьер Она очень добрая, она прям всех любит Вот прям ми-ми-ми Это все-таки я прошлое А сейчас вот я все-таки похожа Ты релакс как раз, да Как они между собой дружат, скажи, нет ли у них каких-то конфликтов? Но тем не менее, моя собака, хоть она и маленькая, она воспитывает его Прям лает во все Где он спит? Со мной спит Прям в постели Обнимает меня прям за шею, лапами Целует как настоящий мужчина Прям за шейку надо поцеловать Я прям теперь, конечно, да Я просто ничего не знаю про эту породу, поэтому спрашиваю, интересуюсь у тебя У нас такая страничка вдруг В эти забавные животные возникла Рубрика Маша, а вот он сколько сейчас килограммов? То есть это примерно какого размера? Например, давно не измеряла, сейчас 10 месяцев он еще растет То есть это еще не предел? Нет, ну не настолько, по-моему. Чуть-чуть еще вырастет. Но они вырастают в длину, если на вытянуть, от полтора метра до метр семьдесят. Друзья, если вы так... Это мальчики. Мальчики, как правило, не больше. Случайно, да, увидите по городу в Москве красивую девушку, роскошную, с рысью на палатке. Это будет Мария Миа и ее релакс. Ее релакс. Ты гуляешь с ним или все-таки специальный вольер какой-то отведен? Многие гуляют. Я наблюдаю тоже так же с рывалами, как воспитывают, чем кормят и так далее. Но мы почему-то вот в этом плане слишком дикие, не дается. Он начинает прям... Ну, может, оно и к лучшему. Ну, возможно, возможно, но боится. Друзья, прерываемся опять совсем ненадолго, после чего продолжим общаться. Мария Миа у нас в гостях. Да, друзья, вот как раз когда наступит завтра, после того, как спокойная ночь у вас будет, или не очень, впрочем, это не столь важно. Но в общем, когда наступит завтра, знаете, что у нас с вами случится? У нас с вами появится возможность послушать новый трек Марии Миа. Маша, рассказывай, пожалуйста, что за песня и где ее... Ну, трек называется Миа, собственно, на котором... Да, как еще можно называться этот трек? Собственно, на котором мы будем скоро снимать клип. Вот. Это песня про тебя, я так понимаю, скромно? Да. Да? Ну, расскажи, что там, два истории рассказаны, о чем она? Ну, она о том, что не нужно унывать, чтобы было это в прошлом. Думай только о хорошем, иди вперед. Кто написал? По твоей просьбе или... Нет. Ну, случайно так получилось. Девочка, которая мне до этого писала треки, собственно, она мне вновь присылает на почту, я начала слушать, и говорю, Мила, я влюблена в этот трек. Мила, мой директор, собственно, Маша. Ну, нет, надо подумать. Ну, она же не понимает, что это мои эмоции, это про мои, как будто я написала. И если Маша уж чего-то захочет, то она и примерно сделает. Да, собственно, и записали. Ну, здорово, ты заинтриговала, обязательно посмотрим. И еще больше, конечно, ждем клипа, очень интересно. Ну, и должен выйти клип со Стасом Костюшкиным. Как называется эта песня? Расскажи, когда мы его приблизим. Я буду зажигать. Я буду зажигать? Уже есть на радиостанциях, собственно, через пару недель выйдет долгожданный наш просто маленький ребеночек клип. Ребеночек со Стасом Костюшкиным. Я просто сейчас знаю, что меня смотрит продюсер этого клипа. Давай, передавай привет. Ярослав, мальчик мой, я тебя всегда вспомню, не переживай. Привет. Спасибо тебе огромное. Продюсерам твоим настоящим и будущим тоже, всех твоих клипов тоже. Давай передадим привет, только они нас смотрят. А я хочу, может, зачитать еще сообщение. Он пришел к нам на WhatsApp. Машуль, мы тебя очень любим, гордимся тобой. Все, кто когда-либо знал тебя и был свидетелем твоего становления, держат у тебя кулачки. Здоровья тебе крепкого и легкого восхождения на Олимп. Ну и здесь невероятное количество, да, поцелуйчиков, поцелуйчиков, еще добрых, прекрасных слов в твой адрес. Маша, скажи, пожалуйста, ну, добрые отношения и добрые слова людей, ты чувствуешь вот эту силу, которую они несут за собой? Конечно, конечно. Даже просто элементарные комментарии, если человек мне пишет, мне столько дико ты явно. Ты тебя где-то читаешь, когда, да, и стилы прибавляются. Конечно, даже вдохновляет, думаешь, ага, человек восхищается, смотришь, ну, нельзя слабину дать, ну, никак нельзя, потому что человек уже вдохновлен тобой. И ты ведь еще каким-то образом пример подаешь для многих и многих, потому что, ну, уже так сложилось, да, уже у тебя такая история произошла. И еще раз повторю, пусть она останется, конечно, в прошлом. Маша, еще у нас есть немножко времени, я хочу всеми сказать, что ты же потрясающе готовишь еще. Ты же, наверное, талантливый кулинар, и даже можно в интернетах найти твои рецепты какие-то. Что-то новенькое ты для себя открыла, что-то изобрела, какое-то блюдо, может, или у тебя появилось какое-то любимейшее, которое до этого так не очень интересовало. Честно, я прям стремилась только записать треки, клип, трек, клип. Ну, немножко, кстати, пауза произошла, но я думаю, я еще наверстаю мужчины. Поготовки, да. Все, что делается, все к лучшему. Значит, так надо было, это ведет к чему-то еще к лучшему. Такой позиции я всегда буду остаться. Сильные слова. Это девушка, которая, слава богу, победила рак, которая, между прочим, сидит еще с катетером, да, или как это называется, Маша? Покажи, пожалуйста, порт, это штука, через которую еще тебе предстоит выдержать антитела, которые будут вводить. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Спасибо тебе. Мы восхищаемся тобой, всем коллективом. Я знаю, что наша огромная армия, миллионная слушателей, зрителей и твоих поклонников. Мы, конечно, тебе искренне желаем здоровья прям крепкого. Спасибо. Продолжай светить ярко, пусть твои глазки прям светятся, светятся, светятся. Успехов творческих, новых, интересных работ, клипов, альбом обязательно твой ждем. И, конечно, всегда рада тебя в нашей студии. Вот и клип дождемся, надеюсь, премьеру обязательно тоже устроим здесь, в эфире. Спасибо. Машенька, спасибо еще раз. Аплодисменты, друзья. Смотрите, слушайте телерадиоканал Страна ФМ. Мария Мия, подписывайтесь на соцсети, артистки, ну и следите за творчеством, конечно. Спасибо, Маша. Спасибо.